это все бредякино все это пытается как-то вот надо на коллайдах найти доказательства там вот это измеряют скорости какие-то вот мы их отправили наукой заниматься они там доказательства ерунды ищут вот и все вот да кстати мне понравилось вот где вы разбирали этот большой огромный коллайдер сколько же там денег на самом деле было вбухано у него в Швейцарии это же колоссальнейшее сооружение со сверховодниками с электронно-учтивной машиной и так далее и получается что абсолютно все зря бесполезно ну любой инструмент в руках идиота это бессмысленный а то есть научную как-то применять нельзя допустим правильно ну большой дронный коллайдер ну что сказать пока за ним сидят релятивисты вы хоть что там делаете то есть это без толку ясно конечно то есть значит со скоростью максимальной то есть разобаться это вот просто неверно все то что Эйнстейн говорил то что ничего выше этих 300 тысяч метров в секунду там ограничительства не существует на самом деле это для светового потока но это не для физических процессов то есть нет и физических процессов то есть и не для ограничения на перемещение гипотического материального объекта какого-то понимаете понимаете там есть пару вопросов они снимаемые я думаю но они есть а а понятно вот вот тоже интересно всевозможные вот есть научплуб который говорит что перемещение там на станции со сверхсветовым скосыми это только через какие-то кротовые неры червоточины вот это вот все то есть это я тоже мне как-то вкладывается то есть как это можно пространство там показано как там в трубочку сворачивается вообще экзотика какая-то бля у меня в голове создается впечатление что это может быть как-то за уши притянуто то есть это это не впечатление это действительно притянуто за уши это фальсификация предмета счета если вы плоский объект вы даете за пространство вы жулик это все равно что вы там свечку и масло поменяли местами и впариваете в детский садик вы мошенник вот не является плоскость пространством и ваше изгибание плоскости в надежде найти кротовую нору это шарлатанство журничество ясно да понятно то есть в случае вот если развивать именно энергию вот этого базового поля его изучать то есть очень много действительно досечь полезно то есть это экологическая энергия будет однозначно однозначно ну вот было бы конечно просто интересно хотя бы экспериментально хотя бы небольшую установку сделать работу энергию у вас у вас были такие идеи мы не обсуждаем техническую часть публично а то есть это секретная информация это это не публичная информация это не публичная информация понимаю да технология серьезная конечно это возможно ясно вот вот ну что я вот еще хотел действительно сказать вот то что почему тогда вот такая вот ситуация вот как-то я думаю что все таки может быть она изменится потому что все таки практика критерий истины потому что неудиваются кто занимается энергетикой как-то вот изучают они подойдут вот это правильное понимание то есть то что Эйнштейн нам было неправо вот вся вот эта вот теория не имеется реакции тоже так помытья наверное да само по себе это не рассосется то есть это необходимо обязательно какая-то информационная постоянная работа однозначно но они уже в школу ввели опять этот учебник астрономии напихали туда какашек вот этого албабана лжи напихали они зомбируют наши детей то есть это бывает там надо туда заниматься то есть да несколько дебилов надо посадить вот прям за мошенничество тогда остальные услышат что не надо этим заниматься академик Александр вы имеете ввиду это уже не мне решать но осуждение должно публичное касаться академика Александра потому что это один из главных жуликов это тот человек который представляет собой карательный инструмент в нашей системе науки образования который приносит регулярный вред который повинен в воскотинивании интеллектуальном оболванивании широких масс населения это преступления государственного уровня вот этих сволочей действительно надо наказывать в какой форме это уже пусть люди близкие к закону решают но то что это факт это это потребность это да понятно 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 вот ну а хотелось бы прокомментировать различные изобретения которые в ютубе очень много есть беспопливные генераторы энергии различные та же самая вот тарелка Джона Серва он был такой английский ну конструктор может быть слышали об этом который создал диски магнит который выработал количество энергии имели антигравитационный эффект может быть что-то известно об этом это было давно ну я у меня хобби такое я провожу экспертизы этих объектов делаю это за денежки до сих пор мне не было представлено на экспертизу ни одного вменяемого объекта точно без топливного генератора да 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 понятно то есть это не так все просто оказывается ясно вот ну ну в принципе что же спасибо за общение да да был очень рад с вами действительно поговорить обязательно будем смотреть дальнейшие какие-нибудь что не знаю